всем привет открыли мы летний сезон короче приехал и смотрю одна ветка валяется на земле и раз два три три ветки сломанные ветер был такой силы что блин все вообще посносила но так ну технику я повыгонял потому что у меня тут в планах построить вы не построить изготовить цепное устройство вот она сделана из двух ступичных подшипников я просто одних отрезал этот ступицу сама вот и сейчас вот но как-то буду приваривать и потом это будет ставиться на трактор и к ней уже тележка будет цепляться так это что в планах на сегодня ближайшее время наш вчера приехал пока дом протопил пока есть приготовил короче ну в общем сложно было немножко так один пенек как видите я выкорчевал от него вот чего осталось тут еще целый букет это мне еще предстоит все по выкорчевывать соответственно туалет будем переносить но пока не до него дальше чего тут у нас сломала ветку целый ствол короче он упал на забор и упилить буду и если видите вон там вот тоже дерево сломала и у соседа вон тоже ветку обломила даже не одну а две то есть ну как бы ветер был серьезный вот там тоже дико игрушка короче стояла или яблони вот тоже короче сломала вообще как бы если что тогда еще ну блин с это я еще пока даже не знаю что делать ну да разбираю наверное до этой тоже еще руки не доходит здесь раздатку надо поменять у вас здесь вот сломала дерево я все тоже руки не доходят прийти его допилить вот что-то на дрова пустить что-то сжечь как мусор а то блин тут какой-то гадю сделал этот яблоня бездолага тоже и тут деревья души 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 вот две елочки этот сажал 1 смотрите как выросла ее не было видно вообще я просто боялся что ее раздают сейчас смотрю она хоп уже вылезла из это какого из ограждения и вот вторую я тоже сажал елочку вообще прекрасно а вот еще тоже ветку сломала и не одну а две надо будет пойти тоже убрать так что вот вот тоже ветка поломана так а кто собаки разрешил выйти кто собаки разрешил выйти я кто выпускал кто тебя выпускал только быстро домой зашла быстро домой зашла домой зашла заходи вот тут охране так все я пошел делать сцепное устройство как только делаю покажу чего получилось короче эпопея с трактором продолжается что я тут решил сделать немножко утяжелить а то когда грунт таскал вот в горку блин он буксует короче не идет приходилось разворачиваться чтобы как бы телега была впереди и задним ходом как бы выезжал оттуда так вот были у меня тут два противовеса от ракушки вот он один видите вот а вот второй я сделал уголок ну чтобы это все было съемно если что короче мешается просто открутил снял и все это приварено здесь я специально оставил технологический зазор это сделал как бампер ну думаю если что-то воткнут воткнуть там куда-нибудь важно чтобы не родная труба пострадала а блин этот уголок вот ручку это не захотел срезать поэтому я в уголке прорезал прорезь вроде как бы встал все нормально держится так добротно вот я сейчас вторую часть поставлю приварю и уже окончательно покажу как получилось вот ну и соответственно поеду на испытание тут короче гофр труба у меня прогорела причем она вот тут в начале отлетела и и в конце тоже по периметру все отлетела и соответственно он пердел очень сильно меняет надоело я решил поменять правда опять решила это поменять в деревне где постоянная блин шляпа так вот что мы тут как бы выяснили я еще не до конца спилился это вот видите одна труба тоже крепеж отлетел на тут будет что-то мутить тот тоже средний что-то с ним какие-то проблемы в общем сильно болеет машина так вот вот как я его допилил что из этого получилось так сейчас мы это дело будем каким-то макаром срезать там чуть-чуть осталось на болгаркой короче не лезет вот и еще один нюанс я обнаружил короче труба то здесь 50 так то она уже 55 на этом на гофре по моему 60 и вот эти вот 5 миллиметров надо как-то будет убирать сейчас будем думать как убирать и зачем убирать чтобы убрать разницу между 60 и 55 50 по моему там 50 они 55 я изготовил такие вот две трубы 1 вот 1 вот будет одеваться на ту трубу и затягиваться уже вместе вот специально сделать сделал прорезь чтобы это тоже обжималась и думаю что будет плотненько сидеть посмотрим что получится то есть но одна будет с этой стороны другой стороны короче чтобы грядочки сделать пришлось грунтозацепы снять потому что она и поставить штатные колеса и вот получились вот такие вот грядочки одна вторая короче птички уже лазит вот купил я этот пропольник что ли или как он называется окучник но суть в чем сейчас но выставлен так как нужно да но я допустим понимаю прекрасно что вот тут у меня он прям держится на нескольких виточках то есть очень мало то есть я хочу еще допустим сделать его чуть но поближе они выпадут я вот чё подумал наверное я отрежу вот эту ручку вот и вот это шайба или как он называется так ну в общем где крепится болт вот этот сюда вот перемещу и еще одну шайбу здесь поставлю и приварю то есть он у меня будет чуть глубже и тогда не нужно будет вот этой вот гайки которая контрагает то есть он у меня будет между двух гаек зажат и потом я уже приварю вот потому что ну блин не хватает реально тут не хватает я вам даже мизинцем достать не могу то есть вот так вот примерно где-то торчит у меня это неправильно вот еще и 16 килограмм повесил потому что вот этот тяжелитель не он конечно спасает все вообще супер вот это я за сегодня только все сделал но падает вперед короче пришлось 16 килограмм повесить еще вот гантели тогда он более-менее вот стоит это его прям одним рук одной рукой короче берешь и все и он все пошел сейчас чуть-чуть туда перевалить он туда упадет по факту как бы вроде все а еще еще не заменил масло масло чернючее было вообще просто вот фара кстати сделал все видели как горят нет ничего завести вам показать милан заведу а чего что так эту штучку вот эту штучку надо опустить и и дергаем и не завелась первого раза ну так что по ночам ездить допустим но день там в лесу грохнул лесника вот и чтоб как ты вы сюда приволочь закопать то там ямка уже сделано в темноте там не потерять от него ничего а то приешь а у него всего одна нога и одна рука блин а где остальная рука нога нету так что у дабы тут прочит скосил как-то тут тоже что-то это вообще отсюда начал это мой первый блин кому как говорится а так вот ну как то вот так получается ну все под картошечку все готово так ладно а еще не знаем показывал вам не показывал я же там поставил вот но сифонит немножечко немножечко сифонит хочу делать сварки тут нету вот видите как я чуть-чуть но зато стало тише намного этот хомут переделал и вот тут хомут отлетел тоже переделал через резиночку поставил а то прям вообще в полотну и было гремел он там так что так все не можешь проедусь посмотрю как все получилось так начал гараж мы встал вот на такой стадии теоретически почти все перемычки поставил единственная погода тут не позволяла вот тут внутри швы еще не прошелся и вот на этом столбе тоже не прошелся швы с той стороны проварил успел внутри еще нет выходные кончились значит будем ждать следующих следующие на самом деле если саморезы будут планирую подготовить все для того чтобы крышу как-то начать делать тоже пока неизвестно это просто это отломился у меня вот этот короче вот тут где я варил он у меня хлоп короче поехал чтобы катать он у меня там пришлось переделать тоже долгое время варил потом чего у меня у меня тут семейство появилась дрозд от себя яйца отложил вот так выглядит и периодически прилетает и все ну вот так в общем горах выглядит соответственно я как бы прекрасно понимаю что то дальняя стенка она посередине держится столбом так же как в принципе и это стенка держится столбом а вот этот и вот этот пролет он посередине ничем не держится и соответственно скорее всего я здесь буду какие-то усилители делать потому что не хочется чтобы зимой это все дело завалилось что так пока